Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Значит, вы пишите, что у вас проблема в зависимости от мужчин. Проблема в зависимости от мужчин, во-первых, связана с взаимоотношением с отцом, потому что здоровые отношения с отцом, то есть с первым мужчиной в жизни женщины, всегда предполагают, ну, определённую такую защищённость, да, от зависимости. Вот, соответственно, если у вас этого нет, то я думаю, что какие-то проблемы в взаимоотношениях с отцом у вас всё ещё были. Вот, значит, ну, это вот, если говорить конкретно, да, о проблеме вашей. Вот, значит, это первое. И второе, второе, что касается зависимости, это, как вы понимаете, ваши потребности. То есть то, чего вы хотите, то, что вам, соответственно, нужно, то, в чём вы нуждаетесь, вот. И на мой взгляд, на мой взгляд, вот с этого и нужно начинать, с определения того, в чём вы нуждаетесь в мужчинах, настолько, что не можете отпустить, ну, не можете отпустить их, даже если понимаете, что там нет чувств, нету какой-то любви, да, нету эмоций и так далее. То есть это чистая потребность, вопрос в чём, вопрос в том, в чём, в чём она, эта потребность, вот, и, соответственно, как её правильно реализовать, да. Дальше идём. Понимаю, что у него и у меня нет чувств друг друга, но не могу его отпустить. Пугает даже мысль о том, что он исчезнет. Ну вот, здесь, собственно, уже можно отталкиваться от чего-то, да. Вот вы говорите, что пугает, пугает, значит, вас мысль о том, что он может исчезнуть. На мой взгляд, вам нужно представить себе, что, собственно, произойдёт, если он исчезнет, как вы будете себя чувствовать и по какой причине вы будете чувствовать себя именно, ну, именно так, да. Вот. Это, в общем и целом, очень важный момент для того, чтобы вам понять, чего конкретно вы боитесь. То есть, либо вы сами, либо с помощью психолога, да, вы делаете вот это, вот это вот необходимо. То есть, боитесь уничтений, что будет уничтений, как вы будете себя чувствовать и по какой причине. Вот. Соответственно, уже разбирая чувства ваши, можно будет что-то делать, можно будет, что же, работать, проводить работу. А пока, пока вы пишите, что пугает, но, собственно, почему пугает, чем пугает, что страшного такого, это вот непонятно. И, соответственно, раз непонятно, то и сделать, ну, вам может дать только какие-то такие общие рекомендации пока что, да. Вот. Это, кстати, к вопросу о том, что вы вот просите помощи, да, вы просите помощи, но важный момент такой, какой именно помощи вы хотите. То есть, какая помощь вам нужна, как вы ее себе представляете, эту помощь. Вот, вряд ли, наверное, вы думаете, что вам реально помочь, отвечая на ваш вопрос. Потому что зависимость, это достаточно серьезное состояние и с ним нужно работать именно, именно, значит, ну, на постоянной основе с психологом в ходе индивидуальной консультации. Вот. Дальше идем, значит, так, вот вы пишите, что пугает, пугает тот уничтение, а тем более будет другой девочкой. То есть, ну, понятно, что здесь вы видите угрозу для себя, то есть это либо заниженная самооценка, вот, либо это какая-то потребность, значит, что-то кому-то доказать, вот. Ну, это, конечно, не точно, но, тем не менее, вот. То есть, очевидно, что здесь вы нацелены именно на, значит, вы нацелены на себя, да, то есть вот такой, такая невротическая нацеленность на себя. То есть, вместо того, чтобы заботиться о себе адекватно, да, вот, вы вместо этого проявляете заботу о себе, ну, вот, в таком ключе, в таком ключе, что только через мужчин пытаетесь что-то для себя получить. А вот самостоятельно вы не получаете. Вот. И, соответственно, это, конечно, весная весна печально для вас, ну, потому что, как вы видите, ничего хорошего от этого не получается. Вот. То есть, желание, лежащее в основе того, что вы не хотите, чтобы мужчина был другой женщиной, ненормально. А вот форма, форма желания, это очень деструктивно. В выпуске начинается ломка у вас. Чего, чего очень хочется. По поводу чего ломка? То есть, ну, вот, поконкретнее, да, нужно это раскрыть. По поводу чего ломка у вас? Ломка, это ведь попредность, да, и, соответственно, если имеет место быть попредность, ну, значит попредность в чем-то. И, соответственно, вопрос заключается именно в том, по поводу чего у вас возникает что-то попредность. Чего хочется, хочется. И откуда запрет на, ну, запрет на то, чтобы другими способами удовлетворить свои желания, да? Дальше, значит, так, он мне изменил, как вы это восприняли. И сейчас я знаю, что ему нравится девочка. Как вы это восприняли? Меня он не любит, но тоже меня не может отпустить. То есть, у вас либо такие взаимозависимые отношения, либо вы себе это сами придумали, чтобы вам было легче и проще удерживать себя в этом вот состоянии, когда вы обрадоваете, по сути, значит, наличие зависимости у себя. Каждый раз я ищу причину с ним поругаться, найти помощь, чтобы вывести его на эмоции. То есть, зачем? Вот эта вот позиция, она, скорее всего, берет начало из детства, когда вы, ну, я так думаю, я так думаю, что когда вы привлекали так внимание своих, значит, родителей, что если вы пытались, ну, подсознательно, подсознательно вы привлекали внимание своих родителей таким образом, чтобы они обрадили на вас внимание и дали вам то, в чем вы соответственно нуждались. И подобная позиция, подобное поведение, подобная манипуляция, она закрепилась у вас и во взрослой жизни, но если в детстве это давало какую-то выгоду, если в детстве это давало какой-то, какой-то профит, да, какой-то эффект, то во взрослой жизни этого уже ничего не даете, а по-другому вы привлекать внимание судя по всему не можете. Вот. То есть, опять же, здесь нужно понимать, что ничего необычного в том, что вы, скажем так, нарываетесь на скандал, нет, так вы привлекаете внимание, но... с другой стороны, с другой стороны, с другой стороны, привлекая внимание таким образом, вы ведь избегаете, собственно, и... отношений. Вы избегаете отношений с людьми, ну, действительно, таких, таких настоящих отношений, я имею ввиду. Вот. И вот это, конечно, самое-самое печальное здесь, потому что, ну, для вас печальное, потому что именно из-за этого вы, собственно говоря, и страдаете. И вот это вот нужно исправлять, да, то есть, вот этот момент, этот сценарий, когда вы таким образом вроде бы стремитесь к отношениям, но в то же время их избегаете. Дальше, значит, так. Постоянно себя накручиваю навязчивые мысли. Это запрет, мои мысли меня убивают. Ну, это, скорее, вы сейчас уже стройте из себя жертву. Далее, вы пишите постоянно в депрессии. Ну, опять же, понимаете, депрессия, это, в общем и целом, серьезное заболевание. Вот. И думается мне, что ставить диагноз депрессия может только врач, психиатр, либо психотерапевт, либо клинический, клинический психолог. Вот. Потому что во всех остальных случаях мне думается, что было бы неправильно говорить, что у вас именно депрессия. Вот. То есть здесь опять же вопрос, откуда вы узнаете, что у вас именно она, да, именно депрессия, откуда вы это знаете. Вот. И, соответственно, что на это указывает. Вот. Если у вас действительно депрессия, то с этим нужно обращаться к врачу, а там же вам назначат, соответственно, лечение. Вот. В том числе и психотерапевтическое лечение вам назначат. Вот. Но для этого, опять же, нужен диагноз. Без диагноза, понятное дело, что ничего не получится. Вот. И здесь уже вопрос к вам. Делали ли вы что-то для того, чтобы свою депрессию, значит, купировать, вылечиться и так далее. Вот. Вполне возможно, что это для вас способ привлечь внимание. Опять же. Так. Не могу найти работу, как будто ненавижу людей. Ну, здесь вы уже, как-то знаете, от одного переходите к другому. Хотя, безусловно, это и взаимосвязанные вещи. Но, поскольку зависимость от мужчин по большому счету связана с потребностями, да, и возможной зависимость стала только благодаря тому, что вы вы, значит, ну, только благодаря тому, что у вас занижена самооценка и, скорее всего, есть, значит, позиция я минус вы плюс, то это же самое переносится и на взаимоотношения между другими людьми. То есть, вы говорите, что вы ненавидите людей, других. Вот. Я думаю, что делаете это не в ненависти, а в том, что вы их боитесь и боитесь. Потому что, опять же, у вас имеет место быть вот эта вот самая заниженная самооценка, которая и заставляет вас думать, что вы хуже, вы хуже, чем, ну, чем другие. И, соответственно, из-за этого вы и избегаете людей подсознательно. То есть, это такая, знаете, защитная реакция. Это защитная реакция для вас. Вот. По сути дела. По сути дела, это защитная реакция. Вот. Ну, и с другой стороны, конечно, нужно работать ещё и над тем, да, всем и хотим заниматься. Над раскрытием своих способностей, над раскрытием своих возможностей, над раскрытием своих талантов. Вот. И пробовать нужно, нужно пробовать какие-то новые вещи. Вот. Если вы хотите, чтобы у вас, ну, чтобы у вас всё получилось, если хотите, чтобы вы избавились от зависимости, вот, что нужно, вот, значит, прикладывать какие-то усилия. То есть, если мы говорим о работе, например, что для чего вы хотите работать, да, зачем, зачем, чтобы, ну, чтобы что, вот, вы хотите работать, чтобы, чтобы что. Но, вот, вот, это вот всё нужно обязательно разбирать, если вы действительно нацелены на работу, да? Вот. А-а-а, дальше идём. Наши, так. С близкими тоже не могу нормально общаться, я будто боюсь им сказать что-то приятное, будто стесняюсь. Ну, здесь непринятие себя очень сильное, сильное, не сильное непринятие себя. Здесь, конечно, тоже нужно разбирать. Потому что вы стесняетесь сказать им что-то приятное, потому что, наверное, думаете, что им это не нужно. То есть, опять же, идёт обесценивание себя, на мой взгляд. А обесценивание себя, оно никогда ни к чему хорошему не приводит. Вот. Ну, я надеюсь, что вы сами в этом убедитесь в процессе работы. Вот. Значит, вы говорите, что не знаете чего хотите от жизни. Я думаю, я думаю, что для того, чтобы понять, чего вы хотите от жизни, вам нужно сначала избавиться от своих давящих факторов, которые сейчас имеют место быть у вас. Потому что это, вот это, то, что вы говорите, то, что вы пишете. Что, что вот, я не знаю, чего хочу, да, от жизни. Значит, это вот, на самом деле, очень серьёзный момент. Потому что, иначе вы просто-напросто так никогда себя и не найдёте, ну, в жизни, в жизни. А это всё-таки довольно важно для того, чтобы вы могли адекватно и хорошо двигаться по жизни. Вот. А я думаю, что, я думаю, что вот так вот можно вам ответить на ваш вопрос, который вы, значит, задаёте. А я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать этот вопрос в личку, я буду рад помочь вам. А если, значит, вам понравился мой ответ, буду благодарен. А если вы сделаете его лучшим, лучшим, я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. Вы смотрите.